Как я начала учить английский, сколько раз я его забрасывала свободно английским, я так и не заговорила. Учите, наконец, английский. Начните это делать. Всем привет, с вами Алина, и я рада приветствовать вас на своём канале. Если вы всё ещё думаете, что вы не можете выучить английский, если вы всё ещё застряли на этом базовом уровне, hello, how are you и так далее, если вы думаете, что вы уже из-за возраста своего не можете выучить английский, вы его не осилите, тогда это видео для вас. Сегодня я решила снять такой немножко мотивационный ролик по поводу английского, потому что все мы сейчас в Ирландии, это англоязычная страна, многие приехали без знания языка, не знают, как его выучить, ходят на эти бесплатные курсы, результата очень мало, все боятся говорить, у многих языковой барьер, поэтому я решила сегодня снять этот ролик и немножко развеять мифы, так сказать. Ну и поделюсь с вами своей личной историей, как я учу английский, когда я начала его учить, сколько раз я его забрасывала, думала, что языки это не моё, я не способна к языкам и так далее, я точно так же через всё это проходила. Ну и как обычно, как вы все уже знаете, перед началом этого видео не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас обстоят дела с английским, на каком вы уровне его владеете, как вы его знаете, как вы его учили, в общем, расскажите, пожалуйста, в комментариях свою историю изучения английского языка. Думаю, не только мне, но и другим зрителям будет полезно услышать не только мою историю, но и историю других. Очень надеюсь на вашу обратную связь, ну а я предлагаю начинать. Думаю, будет логичным начать сегодняшнее видео с того, с того рассказа, как я начала учить английский, как я его учу сейчас, через что я прошла. Потому что эта история на самом деле длиной в несколько лет, и я хочу сейчас так максимально коротко, ёмко вам её рассказать. В общем, начала учить английский с детства, наверное, лет 7-8, когда я была во втором либо в третьем классе. Думаю, многие через это проходили, когда учили английский в школе. Многим это не нравилось, но были люди, которым это нравилось, и действительно они хорошо знали английский язык ещё в школе. Но эта история не совсем про меня. Вообще в школе я была отличницей, но английский для меня был не самым сложным предметом, но и я идеально его никогда не знала. Так как я была отличницей, у меня был этот синдром отличницы, что мне нужно знать всё идеально, всё на 10-11-12. Сейчас уже, слава богу, это не так, мне немножко всё равно на остальные предметы. Но тогда это было действительно сложно, потому что идеально английский я не знала, и меня это очень сильно бесило. После чего у меня был репетитор, и с репетитором я занималась несколько лет, может быть, лет 5. И что вы думаете? После изучения английского в школе, вместе с репетитором длиною в 5 лет, свободно английским я так и не заговорила. Но, несмотря на это, у меня был период, когда я английский знала прям вот супер хорошо. Это было в 11-м классе, когда я готовилась к ЗНО. К ЗНО по-английскому я готовилась 2 года. Готовилась я прям очень плодотворно, очень усердно, но прям свободно, на таком лёгком свободном уровне я им не владела. Ну, а потом у меня начался университет, я пошла на юридический, и там у нас английский был, но мы его учили, ну, не прям так усердно, у меня вообще практики уже не было, я очень многие правила по грамматике уже забыла. И вот с того момента, с 11-го класса, когда у меня английский был на таком крутом уровне, начался универ, 4 года, и я прям очень так подзабыла английский, очень было мало практики, точнее, вообще не было, и, понятное дело, когда нет практики, ты всё забываешь. Точно так же и в спорте, когда ты долго не занимаешься, у тебя уже не такой уровень физической подготовки, какой был раньше. Но когда я была в универе, я тогда не сильно понимала, зачем мне вообще учить английский, у меня не было никакой цели конкретной, ни мотивации, ни цели, в общем, у меня не было ничего, я просто не понимала, зачем мне английский. И всё поменялось после 24 февраля, когда я поняла, что нет, всё-таки английский мне нужен, потому что я собиралась выходить на европейский рынок по СММ, и там, понятное дело, мне понадобился бы английский. Но на тот момент я ещё не знала, что я буду ехать в Ирландию, я просто учила дома английский, ну, может быть, пригодится вот в таком формате. Когда я уже поняла, что я буду ехать в Ирландию, можно сказать, всё с того момента поменялось, потому что я начала учить английский более плодотворно и более усердно. Мне кажется, что даже когда я готовилась к ЗНО по-английскому, я так его не учила, как сейчас. Самое главное, что у меня на тот момент появилась уже конкретная цель, конкретная картинка, для чего я буду его учить. Мне нужен был хороший разговорный, свободный уровень, чтобы я могла изъяснять хоть как-то свои мысли и понимать собеседника, носителя языка. В тот момент мне это казалось чем-то нереальным, потому что всегда в английском у меня основная проблема в том, что грамматику и все правила грамматические я знаю хорошо, а вот лексика и разговор у меня очень сильно так страдал. Поэтому я, как человек, который любит расписывать все таблицы и всё планировать, точно так же я решила поступить с английским. Так как грамматику и вообще как бы правила темы английского я знаю, я создала себе отдельную таблицу, Excel, самую обычную, и расписала себе на каждый день на протяжении нескольких месяцев, что я должна делать, что учить. Я распределила изучение английского на трестовом группе, это грамматика, лексика и говорение. И тут я решила учить и расписывать себе всё с самого начала. То есть если это грамматика, то я начала с темы артиклей. Если это лексика, то я начала там с темы про себя, про семью и так далее. Как я разрабатывала и усовершенствовала своё говорение, всё просто. Я просто записалась на Speaking Club, онлайн у нас проходили занятия. Сейчас на данный момент я уже туда не хожу, потому что он просто закрылся. Ну, в принципе, если так подумать, то у меня тут каждый день Speaking Club, только оффлайн, реальный, с носителями языка, потому что каждый день то соседи приходят, то мы к ним ходим, то просто что-то у кого-то спросить, поэтому, в принципе, он тут каждый день. И так на протяжении месяцев, как я собиралась в Ирландию, как я сюда уже приехала, я продолжала учить английский по своей схеме, по своей личной системе. Также, кстати, очень интересный факт. Я на самом деле с детства любила всё планировать в разные таблицы и так далее, что даже когда я была в школе, в классе, наверное, в седьмом, я себе сделала вот такую книжечку сама, с картона и с обычной бумаги А4, с фразовыми глаголами. То есть ещё тогда я прям пыталась усердно его учить, но не получалось. И чтобы вы понимали, я к ней не притронулась ни разу. Просто ни разу я к ней не притронулась. И тут у меня, ну, хоть и вам похвастаюсь, хорошо, фразовые глаголы на каждую букву разного цвета. Ну, вы понимаете масштабы моей работы, да? И я к ней так и не притронулась. Но я её с собой взяла в Ирландию в надежде на то, что я к ней притронусь, но пока этого не случилось. Но я вам обещаю, что после того, как я запишу вам это видео и его опубликую, я начну тут что-то учить. Обещаю. Вот так вот. Так вот, сейчас на данный момент я уже, можно сказать, закончила по своей таблице заниматься, но всё равно я продолжаю учить английский. Как я сейчас его учу? Во-первых, я просто смотрю сериалы и фильмы на английском с субтитрами. Во-вторых, я таки купила себе книгу на английском здесь, и я её читаю. Также я просто продолжаю разговаривать с носителями языка. Казалось бы, что тут такого, но на самом деле практика очень хорошая. Ну и последний момент. Я просто продолжаю иногда повторять те темы, которые для меня были сложные, из той таблицы, которую я себе сделала. Из этой таблицы у меня был отдельный большой конспект. С одной стороны грамматика, с другой стороны лексика по темам. И просто я иногда, ну, раза четыре в неделю открываю, перечитываю, могу поделать какие-то упражнения, и всё. В общем, примерно вот такая у меня история с английским. Сейчас, если сравнивать, например, тот момент, когда я готовилась к ЗНО, тогда, как я говорила, у меня уже был очень высокий уровень, то сейчас этот уровень выше, чем был тогда. Конечно же, на это очень повлияло то, что сейчас я нахожусь в этой англоязычной среде, но если бы я просто здесь находилась и ничего не делала, никак не учила английский, ничего бы и никаких бы результатов у меня не было. Я знаю, что сейчас в Ирландию приехало очень много украинцев, и очень многие из них вообще не владеют английским. То есть у них просто нулевой уровень, они вообще ничего не знают. Также я знаю, что здесь есть люди, которые с каким-то базовым уровнем приехали, может быть, когда-то там учились в школе и что-то помнят. Также здесь есть люди, которые знают английский лучше меня, это прям супер. Я бы у таких людей, наверное, позанималась. И что я вообще хочу сказать, какая цель этого видео? Основная цель этого видео сказать вам, учите, наконец, английский. Начните это делать. Не откладывайте это на потом. Начните вот прямо сейчас, после просмотра этого видео. Очень многие мне пишут по поводу бесплатных курсов здесь. Да, в Ирландии их действительно очень много. Когда мы жили в минуте, я тоже посещала такие курсы. У нас тогда был разговорный клуб. Там тоже был разговорный клуб, потому что у меня был уровень тогда повыше. Другие ребята, у которых уровень был ниже, они ходили на занятия, там мы просто объясняли правила, грамматику. И что я хочу сказать по поводу этих курсов? Конечно же, это круто, что есть возможность еще как-то учить английский. Но если вы будете просто посещать эти курсы, потому что надо, без никакой конкретной цели и мотивации, у вас не будет никакого результата. Мой совет для тех, кто сейчас только начинает учить английский, или кто уже долго его учит, так же, как и я, не могли его нормально выучить. Первое, поставьте себе конкретную цель, чтобы вы точно знали, зачем вы его учите. Также сделайте себе какие-то маленькие, такие мелочные цели, и каждый раз, когда вы будете, например, маленькая цель, выучить past simple. Окей, вы его выучили, прошли упражнения, все классно понимаете, и тогда наградите себя какой-то мелочью. Просто порадуйте себя. Если у кого-то уже есть какая-то база, какие-то знания, не останавливайтесь, и все так же продолжайте учить английский с правильной, конкретной целью. Те, кто вообще не знают английский, те, у кого нулевой уровень, начните его учить. Сейчас, в наше время, просто безумно много возможностей, как можно учить английский. Во-первых, в Ирландии есть бесплатные курсы. Во-вторых, есть интернет, есть разные приложения, бесплатные приложения, по которым можно учить английский. Просто самодисциплинируйте себя и начните это делать. Не нужно никаких отмазок, что вот у меня уже не тот возраст, я не предрасположена к изучению языков. Это все отмазки на самом деле, потому что выучить английский любой вообще язык иностранный могут все. Можно читать книги, смотреть мультики. Я, когда начинала учить английский, вот после 24 февраля, я начала вообще смотреть «Свинку Пепу» на английском. Поэтому, ну тут нет ничего страшного. Сейчас я уже смотрю, конечно же, там фильмы, сериалы, посерьезнее немножко. Я к тому, что вариантов, как выучить английский, на самом деле, очень много. Не нужно думать о том, что если вы не попали на бесплатные курсы здесь, то вы его не сможете выучить, потому что это не так. У кого нет финансовой возможности покупать какие-то курсы, либо же платить преподавателю, репетитору онлайн, ходить на какие-то разговорные клубы онлайн или оффлайн, тогда учите его сами, ни за что не платите. Точно так же делала и я. Поэтому давайте так, давайте мы с вами договоримся. После того, как я сниму это видео и его опубликую, я притронусь к этой вот тетрадке, своей старой детской тетрадке. Она на самом деле очень классная, потому что тут очень много призной информации. Я ее сама сделала. Поэтому давайте так, после того, как я опубликую это видео, я начну учить вот это вот, хоть как-то начну, а вы начнете учить английский. Вот просто сейчас, когда закончится это видео, подумайте над тем, как вы будете учить английский, поставьте себе конкретную цель, разбейте эту цель на маленькие цели и обязательно радуйте себя, когда вы выполните какую-то маленькую цель. Если вам так будет легче, потому что мне так было легче, можете писать мне про свои достижения, про свою историю, про то, как вы все-таки решились его учить. Можете мне писать, хоть в личные сообщения в Инстаграм, либо же Телеграм. Ссылки, как всегда, будут в описании под видео. Потому что, когда вы с кем-то делитесь своими даже маленькими достижениями и вы слушаете обратную связь, мотивации становится еще больше. Для тех, кто немножко боится учить английский, я точно так же боялась, потому что думала, что это не мое, но я очень сильно ошибалась. Просто знайте, что вы не ориентируете, одни, есть я точно такая же. Сама вот учу английский, у меня выходит, и выходит очень хорошо, и я не останавливаюсь, я его учу дальше. Просто каждый день, хотя бы по 10 минут, это минимум, уделяйте время английскому. Это может быть и час, и два, и полчаса, но если минимум 10 минут в день вы будете что-то делать, делать для чего-то, то у вас будет результат. Я очень надеюсь, что мы с вами договорились. Если это так, то обязательно напишите это в комментариях, я буду всех читать. Ну что ж, это видео уже подходит к концу, а мы как и договаривались, я уже держу в руках эту тетрадь, потому что прямо сейчас я заканчиваю съемку и иду учить английский по этой тетради. А вы, пожалуйста, после просмотра этого видео начните учить английский, хоть как-то, хоть хотя бы начните день с того, что вы поставите себе цель. Это будет такой маленький шаг на пути к большому достижению. Ну а пока всем большое спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok